Теплый обед вместо сладостей из ближайшего магазина. В гимназии начальной школе Гробини переход к здоровому питанию прошел безболезненно. Изменения в школьном меню готовились заблаговременно, рассказывает школьный повар. И хотя детям по вкусу были майонез и кетчуп, теперь привыкают к естественному вкусу еды. Дети все едят, что им дают. Иногда подходят и добавки просят. Нет такого, чтобы что-то ели лучше или хуже. В школьном кафе продаются и булочки. Но ученики младших классов могут купить их только после обеда. Булочки хорошо покупают. У нас разработана технология, которая соответствует правилам. Маргарин заменили маслом. Мы используем только разрешенные продукты. Как признает школьная медсестра, дети с удовольствием выбирают горячий обед, а не сладости. Для многих это единственная возможность хорошо поесть. Говорим с родителями, что не нужно давать детям с собой сладости. Пытаемся убедить, что для ребенка важна горячая еда. В школе признают, что без сотрудничества с родителями привить привычки здорового питания будет невозможно. Короны для всех. Выставка с таким названием открылась в Кулдакском краевом музее. Жемчужинки, желуди, металлические подвески. Все это в руках художницы Бригитты Строды превращается в короны. Это то, что я проповедую. Каждый достоин своего венца. Чтобы выйти в таком венце на улицу, нужна высокая самооценка. И я хочу, чтобы она такой была у всех. Художница не держит в секрете свое мастерство и провела мастер-класс. Мне очень нравится. Я чувствую себя в другом мире и узнаю, как это делать и как женщинам себя украшать. Я бы хотел вложить в работу осознание королевского в человеке, божественного царства. В коллекции Бригитты Строды уже 50 корон. Выставка продлится до конца января. Венспилский дом театра Юра Сварты подписал договор о дальнейшем сотрудничестве с театром Лепое. Таким образом, Курзамская филармония наладила сотрудничество уже со всеми профессиональными театрами Латвии. В Венспилсе насыщенная театральная жизнь. Приезжают с гастролями Рижский русский театр, Далгуппилский театр, национальная опера, симфонические оркестры. Помните то время, когда надо было ехать в Ригу? Да, очень хорошо помню, как ехали с рабочим коллективом, с детьми, в кукольный театр, в театр драмы, Дайлз театр. Когда последний раз были в Риге? Уже год не была. Есть только одна проблема. На самые хорошие спектакли надо постоять в очереди за билетами. Чтобы культура не была эксклюзивным преимуществом Рижан, Министерство культуры для нескольких городов разработало программу поддержки доступности профессионального искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова